приветствую вас на канале Asmodeplay мы продолжаем играть gothica 3 так загружаем у нас что у нас там 1738 вот это и загрузим ну давай 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 должен магом и магом мигом прогружаться такие картинки которых на хрене так сохраним игру сразу да мне хотел по городу полазить стоять мы ищем убийцу готов поспорить за это отвечаешь ты о чем ты не понимаю не выделывайся здесь понял если так пойдет и дальше то вся вина лежит на тебя исчезни червяк олики перерывчик да разве ты не должен следить за рабами тебе то какое до этого дела оставь меня в покое сейчас же возвращайся к работе или я сообщу об этом твоему начальству да что ты у меня уже поджилки от страха трясутся просто исчезни придурок этот холм слишком мал для нас двоих неужели и что ты теперь будешь делать наваляю тебе это я тебя еще не убил застанем и поговорим еще разок а а вы то что ребята идите за хренасе его раду давай мудак вперед на работу проявлять и больно-то как еще были за тебя простыть нахуй здесь не хватало не создавая здесь лишних неприятностей ладно в убийстве меня уже пока подозревают не будем этого дополнить пускать и жена да здравствует окара конечно сам не сдохни теперь лучше ступай вообще тут имеете чем я могу тебе помочь свежая вода новые инструменты факелы если у тебя есть золото ты можешь получить здесь все чужеземец покажи-ка что у тебя есть ну конечно скажи что тебе нужно пока покажи товар банану всякий случай возьму не мешай мне ты тоже пришел поиздеваться надо мной что тебя гложет смотри-ка ты еще ничего не слышал о постигшем меня счастье я пришел из пустыни и обощрался своим караваном всю страну проклятые пси повстанцев напали на меня возле города и все отобрали что у тебя было с собой ценности редкости дорогие вещи артефакты и украшения какое горе если бы у меня была хотя бы моя старая золотая шкатулка она была мне очень дорога вот твоя старая золотая шкатулка она лежала на западной дороге вместе со всем твоим хламом сукин ты сын это же замечательно за это я щедро вознагражу тебя мой бледнолицый друг расскажи мне о своих артефактах поподробнее я знаю что ищут орки почему они перели всю страну в надежде найти это священные артефакты древнего народа мой бледнолицый друг я клянусь тебе что держал один из них в своих руках но теперь он далеко и недосягаем навсегда что ты знаешь о священных артефактах ты спрашиваешь что я знаю кроме того что орки ищут их как бешеные на открытом одного этого уже достаточно как священный артефакт попал в твои руки позволь мне сформулировать это так мой бледнолицый пока другие в поте лица искали и гибли в песках пустыни я воспользовался своей головой или если говорить простым языком я был быстрее других у кого священный артефакт сейчас ты меня совсем не слушаешь на меня напали повстанцы если кто и знает то только эти чертовы подданные короля покажи мне свой товар послушал бы ты моего совета так ну ладно не знаю прав ли ты знаю да конечно почему не не знаю это мне посох флага пока не надо давай у меня денег пока хватает мало ли что мне может пригодиться от тебя похоже ты хочешь выпить дай мне что-нибудь вы нет проблем а кроме шнапса у тебя еще что-нибудь есть смотря что тебе нужно и любая информация стоит пять золотых впрочем можем и поторговаться да я заплачу расскажи мне об этом городе монтера город торговый и не мудрено что его захватили орки но орки держатся большей частью внутри крепости в наружных районах монтеры хозяйничают орочи наемники это торговая часть города но многого от нее не жди с тех пор как орки окружили рвом весь город лишь очень немногие купцы забредают в монтеру а как ты уживаешься с наемниками да ничего жить можно марик командир наемничьих войск если ребята начинают бедокурить марик дает им по рукам а кто в этом городе возглавляет орков его зовут варик я его до сих пор сам никогда не видел он еще ни разу не выходил из внутреннего двора где здесь можно что-нибудь раздобыть такому бойцу как ты стоит пойти в наемники наверное это для тебя лучше всего да и денег платят много настоящие хозяева города конечно же орки кроме того орки в крепости будут к тебе нормально относиться расскажи мне подробнее о раскопках повсюду где еще сохранились руины древнего города орки выковыривают из-под земли все что только могут найти пес их знает что не может начаться то что ли я слыхал что такие раскопки ведутся в каждом городе так ладно давайте когда бежим дождь начался до наемников не думаю что я хочу слышать об этом хочу узнать куда они товар то деле я уверен там должна быть чаша блин большая зайдите до наемника захерачься а вы же что-то оговорили да тут куда-то все делась вау связки оружия ладно я кстати вас давно искал ладно пока здесь пока походим посмотрим напитка то нету до чтобы ускориться то мне а вы чё в дождь не работаете что ли и очень не нравится так повыше мы потом зайдем вы уж извиняйте ребятки так обшаривать сейчас не стоит как будто не крал что ты тут делаешь вот решил передохнуть в этой хижине ей все равно никто уже не пользуется но думаю я лучше пойду работать теперь это моя хижина о коми телепортации они туда они туда нахрен если хочешь купить у меня оружие или научиться ковать придется заплатить за это моро вот золото теперь ты будешь говорить со мной говоришь что тебе нужно расскажи мне что-нибудь о кузнечном ремесле о кузнечном ремесле это 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 и это и и и баланс сделка закрыть хорошо мы запомнили новая партия положи ее к остальным ты здесь кладовщик глупый вопрос ты же сам видишь работа не сахар скажу я тебе когда все идет хорошо ни одна свинья не поинтересуется что я делал целый день но горе если чего то нет они все просто с ума сходят ты тоже продаешь свои товары конечно только спроси тебе еще что-нибудь не хватает мне нужно 15 мешков пшеницы северно-зерновой фермы и очень срочно как ты думаешь что тут будет если они не получат свой хлеб тебе еще что-нибудь нужно и не поверишь но мне нужно 5 бочонков молока западной фермы самом деле да я же говорил тебе что работа не сахар да здраво ублюдок где ты это подслушал давай выкладывай ты шпион повстанцев и что с того я работаю вместе с повстанцами откуда ты знал что я не убью тебя сразу же как только ты скажешь мне пароль я не знал когда тебе повезло дружок я связной повстанцев в монтере когда вы повстанцы собираетесь нанести удар зависит от того что ты мне скажешь почему я я видел много парней но никому из них я бы не доверил возглавлять революцию у тебя бы получилось жаль только ты работаешь не на тех что я должен сделать чтобы ты пошел со мной освобождать монтеру с моей должностью кладовщика я не имею права даже входить в крепость когда ты сможешь просочиться корком тогда мы поговорим об этом добейся их доверия пусть торки устроит тебе встречу со своим предводителем вареком только когда мы подберем соки главарю у нас появится шанс выиграть бой за монтеру понимаю еще какие-нибудь пожелания думаю что это пока все ах ты меня уз что ты думаешь о своем предводителе марике марик любитель орков когда шла война он уже работал с ними такой подхалин готов пятки лизать вареку предводителю орков его способности руководить оставляет желать лучшего здесь каждый занят своим делом у всех рыльцев пуху я не очень люблю марика самодовольная задница покажи мне свой баланс сделка закрыть какая-то чужой дом а пивнушка мы здесь были так послушал бы ты моего совета минуту это что у нас приветствую тебя чужеземец почему ты пришел ко мне кто ты мое имя суббота у меня почетное задание следить за дальнейшим существованием рабов в этом городе тебе нужна помощь помощь всегда необходима таким как я в этом городе как правило здесь все хорошие войны это комнатные собачки марика ни у кого не хватает мужества работать на себя как у тебя с этим чужеземец что тебе нужно несмотря на мое пристальное наблюдение два раба от меня все таки улезнули я бы очень хотел вернуть их обратно я полагаю что для такого сильного война как ты это будет не трудно тебе нужен человек с боевой мощью чтобы вернуть одного чахлого раба ну да случай-то не совсем простой марик увел у меня раба прямо из-под носа и продал его одному из своих людей я знал что тут какая-то загвоздка парня которому сейчас принадлежит мой раб зовут дэн он гладиатор на арене понимаю он расскажи мне о своих сбежавших рабах один из моих рабов работает на орка кузнеца тарика марик назначил его к толстому орку уборщиком он моя собственность я хочу его вернуть марик тебе явно не друг нет не совсем но пока наемники превосходят нас числе лучше идти на уступки или будешь мертв а вот и понятно твоя позиция мне ясна не будем смотреть осмотреть огненный кубок уже 2 а где я бралку древние знания выучил не добавляю еще больше проблем так там я был тут я был здесь я не был кто у нас тут кто у нас тут что находится в этой крепости здесь расположена резиденция варка великого так далеко не всякого мора терпит в стенах этой крепости я не знаю понимаю так так воин заброшка какая то так кажется ты еще не получал от меня хорошего удара в челюсть что ты думаешь о марике без него лавочка бы не работала уж это по крайней мере ясно так понятно я уже корей не подошел то есть никто бестолковым что ты имеешь ввиду ты кажешься мне очень бестолковым бегаешь туда-сюда пристаешь ко всем ты что-то ищешь я ищу учителя ты можешь меня чему-нибудь научить думаю да я могу показать тебе запускание руки в чужой карман или другие приемы но ты должен сначала заслужить это а держи надо мной вверх и я стану твоим учителем ты доволен своим боссом ага малик хороший столько свободы у наемников не было больше нигде в серединном королевстве так эй малыш если ты хочешь драться на моей арене сперва внеси призовой взнос давай пятьсот золотых монет или катись отсюда на вот мой взнос отлично добро пожаловать на арену монтеры ха 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 здесь уже все заплатили взнос а ты как думаешь нет призового взноса нет боя все очень просто ты получишь свои деньги назад вместе с моими как только ты победишь меня я хочу драться с тобой потише дружок здесь я чемпион может ты сперва разомнешься перед тем как бросить мне вызов я не выйду с тобой на арену пока ты не выступишь против всех до одного понятно да ты выглядишь как человек который сможет выдержать пару ударов это твой раб там да марик всучил мне этого парня даже не представляю что с ним делать если хочешь возьми его себе я отдам его в качестве взноса за выступление на арене выходи со мной на арену мне только это и надо иди сюда паренек а а а а а а ты проиграл бой окончен спрячь оружие так выход за арену хотя я не выходил ну ладно сразись со мной ладно значит мне придется размять свои уставшие кости иди сюда парень а 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 м а а а а maid раз ты легко не отделаешься так голова еще на месте у тебя странный стиль борьбы и тем не менее ты победил меня ну да ладно теперь я могу показать тебе все что умеют вор прохлятие раз вольно-то как я хочу этого я и иди на арену расскажи мне про своего хозяина ромарика у него куча проблем с этим стадом но насколько я могу судить у него все под контролем и сюда паренек так взять все где где-то все еще возитесь ничего себе вот твое заслуженное золото так ладно и хорошо сражаешься друг как насчет приза ты можешь взять моего раба я все равно не найду ему никакого применения а как я тут рад вот это если не хочешь неприятностей с моим хозяином его зовут дан ты опять работаешь на саботу и если ты так говоришь давай давай хорошо ничего саботе что я пойдем раб гладиатора дэна снова стал твоей собственностью и молодец я не сомневался в этом не секунд вот твоя награда блин скорее же за то меч а к сквозит вам поговорить там еще федор у нас остался ему то это лучше знать раз сабота хочет эры кота один из моих рабов работы по кузнеца тары к теперь ты опять работаешь на тоже хорошо давай вы стоять как ты смеешь просто взять увести моего раба я заплачу тебе за услугу заплатишь сначала ты заплатишь мне за свою наглость ты дашь мне тысячу золотых держи свою тысячу хорошо но можно же просто жили за монет шараба ну ладно вот тебе еще сто за порядок теперь можешь идти мне пока бузить с вами не с руки раптор и к снова работает на тебя и восходно чужеземец плату ты тоже получишь сразу кто-то с рабами мы разобрались федор или свежий мясо расскажи мне о марике с удовольствием одержал на арене вверх над этим парнем другие о нем очень высокого мнения но по мне так это все ерунда я уверен что ни черта не умеет голову даю на отсечение какой будет приз если я держу над тобой вверх если ты побьешь меня сразись со мной 500 золотых монет это нормально кстати можно нападать на него сразу можно как только он на арену зашел потом мы к федору подойдем еще готовься великий чемпион теперь мы с тобой одни ты правда хочешь в что ж милости просим давай моя неплохо вот твои при иди сюда вот так значит я мы не бедные у нас окна сейчас на ферму сходить мы еще встретимся кто теперь чемпион скотина хватит ныть мне нужно мое золото ладно ладно вот твой призовой взнос ты кое-что забыл еще мои 500 золотых теперь доволен вот кто-то золотой список к штана ну-ка давайте-ка где ты список понятно не найду его здесь пойдемте ты вышиб из сапог самого эштона этого еще никому не удавалось сделать да я такой а мне от воровства то еще надо вот одно невозможных замков я даже не знаю как его выучить где чё убийство мастер вор это где-то видимо у ассасинов надо учиться быть осторожней с тем чтобы я верю ни одному твоему слову ладно кстати надо лечь поспать а так думаю где тут ты жила самая потерялся лучше бы ты уладила ложимся спать до следующего утра я слышал ты победил в бою самого эштона да было ты можешь этим гордиться суровый парень да что ты сказал ну тот стражник ворот орки вообще ребята хамоватые но если разговаривать с ними на их языке это очень даже обходительные а как поживает талачуга возле твоего дома то старая дощата хибара если хочешь можешь ей воспользоваться там уже давно никто не живет где у меня тут чё ладно пойдете на молочную фирму сначала сбегом возьмем молока как дела чемпион тебе не о чем заняться занимайся лучше своими делами так это я не понял подождите так незнакомо в этом преимущество но есть как так я могу прочесть о собственных мари хочет список рабов бреды мари хочет список рабов бреды ладно бреды мы сейчас не добавляю еще больше проблем так это же молочная ферма а где молоко 5 бочонков молока ой идите лесом стоять занимайся лучше своими делами или это не та ферма ладно пойдем смотр может быть на другой ферме так а ты чё здесь делаешь вот такие ребята а ты случайно не из наемников что ты сказал наверное нет иначе бы ты уже наверняка меня убил верно кто ты я мэйсон повстанец я и мои люди окружили скотный двор теперь мы ждем сигнала к удару окружили о чем ты говоришь мы повстанцы повсюду у чтоб ты знал даже если ты не всегда нас видел тем не менее мы владеем всей этой долины Ну-ну. Что, чёрт тебя подери, ты затеял? Сначала мы займёмся скотиной. Ха-ха-ха-ха! Вот будет потеха! Какую скотину ты собрался резать? Жирных коров на скотном дворе. Как только наёмникам станет нечего есть, они быстро капитулируют. Понимаю. А как насчёт свиней? Они не так важны, ведь они не дают молока. Понимаю. Блин, а как это логика? Да ты совсем чокнутый, ты знаешь об этом? Если ты думаешь, что перерезать коров лёгкое дело, то ты глубоко заблуждаешься. Наемники стерегут их не хуже, чем собственные кошельки. Ладно, поглядим. Кто должен подать вам сигнал к удару? Мы забросили в Монтеру шпиона. Он сообщит нам, когда настанет удобный момент. Кто ваш шпион? Я ведь не знаю даже, можно ли тебе доверять. Но у меня есть одна идея. Ты поможешь нам в деле с коровами, а я скажу тебе, как выйти на нашего шпиона. Я позабочусь о коровах на скотном дворе. Что? Правда? Это было бы отлично. Вот увидишь. Наемники быстро сдадутся, как увидят, что все коровы перерезаны. Посмотрим. Пока мне ещё рано об этом. Кстати, что у меня там молоко? Малик хочет так. Заставить у Саши наемника покинуть место сбора. Расскажи мне подробнее о вашем агенте у наемника. Так, аренду за ферму Доминика. Взыщи аренду за ферму Доминика. Доминик. А это кто был? Сейчас посмотрим, кто это такой. Это Денис. А ну кончай. А! Вот я-то вас не трону. Теперь ты. А вот сейчас у вас за хрена чёс. Теперь твоя очередь. А! 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 давайте посмотрим вот так вот валите его козла прекрасно прекрасно мне это без разницы кто из вас подохнет о кого забьет так я же тебя не убью правильно больше ничего нет алебарда твоя где ничего тебе со мной связываться вроде неплохо надо потом я приду посмотрим кто-то скажешь взять все потрошите волки только какие вот волки небо желательно северных где-то ферма там колодец чудовище тут есть кроме меня нету да будешь ну зайцы есть кстати леса кстати красивый так ну все хватит за тщательный вот ничего нету вот мы вышли на ферму надо блин зерна мне вот твою мать охренеть испугал меня были кабаньяка вы же точно вы же тройками ходите где ты мать твою я уже слышал твой голос эй ты ты выглядишь не так как остальные естественно работаешь на наемников орков или я работаю на любого кто хорошо платит тогда ты не тот кто мне нужен не в обиду будет сказано конечно почему не кого ты ищешь я должен обязательно сбежать отсюда вот только наемники следят за каждым моим шагом мне нужен сильный человек который бы отвлек их а я в это время смоюсь ты принадлежишь к рабам да к сожалению так было не всегда но в наши дни ты не сам выбираешь смело 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 рассказывать мне такое нет терять уже нечего уже вернет и мне сейчас поможешь или мне конец возможно я смогу тебе помочь мне нужно вакаро и как можно скорее повстанцы уже ждут меня там у меня для них очень важная новость что это за новость для повстанцев забудь с моей стороны было легкомысленно упоминать об этом при тебе порядок я вытащу тебя отсюда и как ты хочешь это устроить давай беги я пойду за тобой что да черт да ты беги мать твою ну и ну что это за гениальный план давай беги говорит а я идиот еще и слушаюсь получилось же все хватит ты же хотел вакару не так ли да но одному мне не справиться а кара чертовски далеко отсюда да и местность здесь прямо киши всякими тварями у наемников на зерновой ферме совсем другие заботы придурок я не понимаю так насколько до кары добежать опа ну-ка что здесь что здесь вот так так пока ты здесь стой мне сейчас не до тебя хищников я вроде тут поубивал давай вот есть если он будет продолжать в том же духе из этого никогда ничего не выйдет что случилось ты тоже недоволен оплатой иди работой сменит он приятель так так еще один претендент на мое место мы можем решить этот вопрос скрести в пару раз наше оружие я тебя прикончу его сделаешь быть это что ты здесь шляешься не создавая здесь лишних неприятностей вылетаем навешал тебе пора идти я об этом подумаю если он будет продолжать и без этого никогда не все равно еще увидишь что я с тобой сделаю исчезни наконец у меня есть дела поважнее чем присматривать за такими как ты если я не буду присматривать рабы сбегут от тебя сбегают рабы да чёрт побери обязательно напоминать мне об этом мало того что марик мне в затылок дышит так теперь еще и мои люди начали надо мной смеяться это серьезно тебе следует задать жару своим парням классная идея алкоголь это все что их еще может как-то расшевелить нас когда нибудь или воры зарежут или нежить из восточной крепости задавит господи какой тебе расскажи мне о марике ныть марик как я наемник орков он наш предводитель здесь в монтере он следит за тем чтобы все работали они делали только то что им хочется хотел бы я знать как ему это удается я здесь даже с несколькими людьми не могу справиться ты сказал нежить если отправиться по дороге на восток можно дойти до старой крепости паладинов и хотя от нее остались одни руины но она до сих пор обитаемые садит прикольно вот это городок самый такой прикольный месте я бы не стал подходить в крепости слишком близко немного страшного ты даже что с повстанцами приверженцы короля укрываются в горах или шастают вокруг монтеры повстанцы угроза не серьезные меня больше волнуют зерновые воры на севере они приходят ночью и тащат мешки с пшеницей прямо у нас из-под носа я только того и жду что проснусь однажды с перерезанным горлом а мои люди так и будут спать в сене пьяные в стельку думать чёрт сначала покажи мне что ты умеешь если было все так просто один из твоих рабов держит связь с повстанцы часу не легче ну ладно ты и позаботься об этом понимаю я займусь ворами зерна ты хочешь сделать то чем мои люди не могут справиться уже несколько недель но давай ну давай итак если бы это было так раз лучше бы ты уладил это сам 234 сколько надо мне конечно почему я об этом подумаю 15 4 конечно почему нет они где-то здесь разбросаны по ферме 5 5 7 не мешай мне если бы это было лучше бы ты уладил это сам давайте заканчивай с этим как ворам эти что ли к этим который зерк зерно воруют а ведь реально придется наверно к ним идти снимать что ли если написать это ворам прикос и 15 мешков если бы это было так просто быть осторожней так еще опять конечно почему нет давай 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 где 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 мешки некоторые проблемы ничего не выйдет ты это серьезно ладно я как понимаю надо будет повстанцам они там в лесу засели молоком сколько надо молока 5 бочонков раз-два да уйдите раз-два 34 стоять 5 давай же до тихо вы а ну кончая пока всех кровь перебил то нет не всех сейчас подождите нам же всех надо я тебя все равно достану мы еще встретимся ну подожди ты а 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 крепче бей а а а а а а а следующий раз я тебя я я голова я хочу стоять тебя разыскивать блин ну я тебе помогу нифига не так надо выманивать и каждого отдельного хреначить и чтобы не убивать я были случайно проткнул этого козла а я далеко сохранился до так сейчас посмотрим как далеко и сохраняне смотрите молоко если у меня есть я тебя все равно достану стоять стоять там ничего ничего мы еще встретимся давай и все-таки мне очень и очень не нравится проклятие больно-то как вот вот туда да да вот еще да давай немедленно проклятие больно больше ничего нет там ничего не делаешься там нет больше ничего не больше ничего нет господи один еще не угомониться никак да давай 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 все-таки так дальше не пойдем а и вот так вроде бы все вроде бы всех коров приговорил нифига не все мы еще встретимся стой а а а а а а а давай я тебя сделаю а а ну-ка давай давай пойдем ну погоди дружок у меня кровью моешься а а а а куда здесь то более а а а а а а а вот так все фух теперь словит только вызывали вот так все такие слабаки были пипец приносила давайте а а АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё Я пока ещё не разучился драться Вот так Больше ничего В следующий раз ты так легко не отделаешься Отдохну немного А вот если я только вырубил Ну вот тебе повезло Вочести серьёзно тебе говорю Так 85 По 70 на одну руку Меч венцеля Тут 85 Заточенные оттуда Если заточить а сбалансирован ещё плюс 10 Спрячь оружие Что я спрятал Развопились-то господин Это вырахитики нахрен Дашь ли нет Белия Да Я ещё не готов к этому Ей Дорог Необходим так Не хватает Жизненная магическая выносливость Я ещё не готов к этому Ну ладно Но я всё равно сейчас В города телепортироваться И учить там ещё всякую штуку А сейчас у меня подождите Чё выучено Яд Ослабление Забвение Развят молнии Ужас Туман Жажда Крови Ну как Ну красивый склет Пойдём на меня Сейчас вот этот будет охотиться Твои зубы Теперь мои зубы Неплохо Неплохо Пока что мне досталось Рано да Тебя выпускать такого-то Остановить воров зерна пшеница Убей коров И это закончится У всех свои проблемы И у меня тоже Скоро ты станешь лишь воспоминанием Верно Но так не может продолжаться вечно Твои зубы Мои зубы Да Ну ладно Тебе нечем заняться А где еще коровы Ага А там у нас что Ну-ка Там у нас трелес Трелес если не ошибаюсь Тоже Что там делается Тебе что-то только жрут И жрут Ладно Так Уййййййййййййййййййййййййход выносливость на 50 процента мама на 50 процентов где мне зерна взять 5 мешков и шаг точно у воров подержать давай а вы там в лесу находитесь это точно знаю только где именно в лесу не могу сказать я знаю что вы там 2 так мой серьезный противник товар я прослышу еще где то есть повезло октябрь там да и что-то не охраняет опасное место для мора почему в крепости наверху полно нежити мора шел бы ты отсюда по добру по здорову кто тут командует под раз в доме с высокой башни вон там поторгуемся почему бы нет если у тебя есть золото у меня есть золото давай покажите кстати по поводу максимально выносливо снять моро что за застава-то у вас вот она на ты почему это здесь разгуливаешь мора говорили и дайте шкуру на уши натяну я должен вас поддержать кто это посылает такого слабака как ты на поддержку в это проклятое место чего слабак взявайся надо мной бора иначе я запихну тебя в свою камеру к другому пленному что ты здесь делаешь я начальник этого форпоста над гордой и злой обращаться ко мне уважительно слабак форпоста что вы здесь охраняете готу и городскую крепость жалких мора которые сами себя называли паладинами когда-то и были такие горные а теперь они осуждены на вечную жизнь и бродит среди развалин своих домов в готе это действительно так что произошло с готой ты что вообще что ничего не знаешь вот а во время войны было цитаделью паладинов мы использовали все что могли но мы не могли их победить они окопались свои крепости словно кроты и когда мы воззвали к помощи самого беляра их высокомерию был положен конец демон уничтожение пронесся по их улицам и проклял их всех превратив в живых мертвецов если городом правит демон зачем же тогда вы его охраняете для твоих куриных мозгов это наверное сложновато а мы здесь для того чтобы ограничить власть демона ксарда сноситель могущества бельгара возложил на нас эту обязанность как ты думаешь что будет если это бестия пронесется над страной а какое преступление совершил этот пленник этот человек повстанец моего при удобном случае казним чтобы его видели многие морра что ты знаешь о ксардесе даже здесь я чуждо его власть хотя он и далеко отсюда а где именно он находится он построил себе башню на ледяных склонах восточных гор это действительно так выпусти пленника любопытный как ты хочешь меня на эту говорить сколько мне тебе заплатить чтобы ты выпустил пленника это не очень умного морра думаешь меня можно вот так подкупить чтобы заставить меня поступить со своими принципами нужна целая куча денег сейчас я могу себе позволить больше чем ты можешь себе позволить 2000 золотых вот возьми золото и выпусти пленного ты даешь мне столько золота за какого-то паршивого повстанца я даже не знаю забираю что у него забу их никогда больше не видел ясно тебе так я хочу сохраниться и сейчас бы колоть на него сейчас я покажу тебе кто здесь слабак хотел сказать вот тебе слабак все-таки я был чемпионом нахрен честный драку пойдем выпьем напина мы еще поквитаемся конечно а как же без этого так ну-ка вот туда если развернуться чё у нас там у ринг покажет свой товар он так хотя ничего нет наконец-то ты здесь меня отсюда горн что-то опять натворил я пытался найти камень телепортации в готе да только там полным полно скелетов и зомби ими управляет один очень злобный демон вот а когда мы убегали от этих чудовищ меня поймали орки весь повстанческий отряд разбит а зачем тебе камень телепортации повстанцы из окары хотят проникнуть в крепость короля а в готе должен быть камень телепортации в столицу ты работаешь на повстанцев у нашего друга ли еще есть кое-какие счеты с королем как ты сам знаешь он велел мне подобраться к королю и мне подумалось что акара лучшее место для начала этого задания где находится акара это месторождение железной руды к западу от готы повстанцы производят там оружие для борьбы с орками с каких же пор ты стал бояться нежити гота просто адское место если этот демон нападет на тебя ты тоже будешь дрожать поверь меня зачем ты атакуешь город если знаешь что там обитает демон повстанцы дали мне этот божественный артефакт понимаешь один из них рассказал что эта штука делает своего владельца неуязвимый бред полная чушь мне все равно не удалось одолеть демона а где сейчас божественный артефакт я выронил его во время битвы с демоном в готе наверное это чудовище забрало его себе где сейчас ли он носится где-то в ледяной пустыне нордмора и бьется с орками теперь ты вновь свободен спасибо дружище я знал что на тебя можно положиться на меня до аута у вообще-то мне не очень хочется снова туда и а с другой стороны двум смертям не бывать одной не миновать сообщи мне когда начнется веселье пока ты здесь сидишь дел не натворишь давайте-ка парочку убьем сейчас так и у нас здесь два камня телепортации а так один то точно будет внизу камень вот первый камень другое у этого внизу тут больше какого-то нихрена и нету да учет там идешь да нет же башку срезал ну вот сейчас посмотрим что у нас здесь господи из-за этого я тут взять все выходи вот так не надо пока пусть будет сырое мясо поверхно пока подниматься не стоит да на а горячий через джип черепушка пока пчелок слетела взять все туда пока мы не идем а федра я это уже знаю первый сундук наверх такие мелочи то меня там даже не будет беспокоить демон то находится все равно в подземелье там здесь есть кто нету вот есть кто нету но все основную если такую я вам почистил по крайней мере хоть можете подбежать потом к замку на хрен вы удачники вот ржавый меч возьму дубинки вам оставлю так как у нас еще мало давай а с этим похитителем зерна на хрен который мне квест портят давай давай где-то здесь как удачно подрезал с первого раза а какую-то штуку перерезал ему вот где дело брено было дали что не обточили господи давай берем взять берем взять давай где командир у вас а 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 вот так мы тебе и размотали с а 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 ты куда уходил вот так как это пещера ладно потом и до нее дойдем вор зернах рептилии то вас хорошо да помотали мы еще встретимся я тебе голову откручу вот так а чай за твоих угроз эх ты вот они недостающие мешки не ищете надо какая-то пещерка взять все большая пещерка посмотрите ищете ищете вот так взять все там дракон а а а вот а так ладно миссию сделал сейчас отдышимся немножко ну-ка 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 мне уж интересно так то как не крути но все равно интересно пойдем пойдем там их еще много а это мой давай 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 идем 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 сюда пришло сюда вот 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 так ладно вот на ой 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 где еще один вот так Так, пока вырыли. Так, пока вырыли. Пока снова, да? Так. Ух, блин. Ну ладно. Мешки мы взяли. Давайте-ка все-таки телепортируемся отсюда. Где у нас камень телепортации-то? Да. Вот это нам надо. Буф. Убери оружие. Да я случайно. И мне надо сразу же еще. Вот у этого чела список взять. Брэдли, подожди, Брэдли, Брэдли. Так, вытащить рентус-фермы, защищи рентус-фермы Доминика. Да? Не позаботиться обо все. Это... Так, заставь уст... Я об этом подумаю. Брэдли. А где вот у тебя список? Какой хижине ты его хранишь? Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу вот твои бочонки ты просто молодец с ну чтож расскажи мне побольше о бакаре о кара главный лагерь повстанцев среди не нужно обязательно встретиться с предводителем о кары ролан к сожалению я не могу уйти отсюда но ты можешь ты можешь передать роланду одно письмо давай мне письмо я отнесу его вакару хорошо вот он так у кара надо мне все равно сейчас туда только сначала поспел спать до следующего утра федор считает тебя слабаком он говорит что легко победит тебя на арене все ясно скоро я покажу этим мальчишкам на арене кто здесь хозяин у элбера большие проблемы он не справляется со своими людьми на зерноферме то есть ты считаешь что я должен его заменить это ты сказал правильно хорошо я над этим подумаю следующих работа гладиатор дан очень доволен твоей работой охотно верю ведь ему я тоже подарил одного раба ну да вот твою жалову гладиатор гозе похоже настроен лояльно да гус человек хороший один из твоих ребят отлынивает от работы дай-ка угадаю кто опять трано верно с меня хватит иди скажи ему что я урежу его жалование санфорд не слишком тебя уважает он так сказал да абсолютно внятно ну что ж пока он делает свою работу мне наплевать что он обо мне думает я знаю кто из твоих людей предатель и кто же кладовщик санфорд он заодно с повстанцами сэнфорд невероятно у тебя есть тому доказательства без доказательств это лишь дерзкое заявление прочти вот это письмо оно от санфорда к повстанцам проклятие я уберу этого предателя с дороги но если это сделаю то вряд ли повыше моральный дух воинства вот эту награду ты заслужил получается я еще не всех да за что за хреначил покажи вы свои товары баланс сделка закрыть а где же мы поговорим позже вот у список бренд и так список я знаю где взять так кто еще у меня остался с тем еще не поговорил по поводу наемников репутация то у меня хорошая там марик сократил тебе же я знал что ты залож я ты будешь работать так лучше работать мы его заставили падла теперь чем не надо меняем дислокацию так у нас где вот он попа пока чем я спасался не так стать он связан защита репутация подстанцев ассасины 3 орков нет норма орки постанцы кочевники где-то старый пердон раз а где мне можно хотя какие доспехи то на хрен у вас так сначала мы еще телепортируем ся вот сюда поехали так что ты мне можешь пока у тебя там рень да ни хрена может тебе и все и нас что ты мне даешь древнее знание в конце концов они тебя синий огненный шар особыми знаниями так все хорошо это мы выучили ну-ка кстати да у нас не хочу кое-что глянуть мне надо теперь сюда папа я разговаривал с венцелем отлично и что он я думаю да отлично тогда иди и я мобилизую остальной город я помогу тебе если ты поднимешь борьбу с орками конечно почему вот тебе три связки оружие хорошо это хорошо вот как только ты поднимешь борьбу с и понятно перед этим мы сделаем маленькая по-другому я слышь алхимик очень доволен там орки довольны мной ты смог это сделать ты можешь свободно перед один из сын вполне возможно лучшее если ты скажешь об этом хорошо хорошо у меня есть поддержка подпольных повстанцев в этом городе я раздавлю тебя как чё на колодки на хрен ты чё мелишь то блин придурень какой кошмар какой позор такой конфуз на хрен в конце-то концов ладно сейчас не ту кнопку и я алхи и научишь меня драться так вот и довольны мной ты прекрасно покажи мне свой товар баланс сделка закрыть теперь ты мне а значит не к тебе надо обратиться у меня есть поддержка а если его просто убью молча и за орков противник что ли тогда получается но я не хочу за них проходить потому что такого смысла там нет вообще орк это или не у у люди и только будет все равно один убери оружие и а а а а а а а а около а так это за нападение на меня еще раз со мной связаться проклятие вот так а теперь пойдем доложим что мы сделали лучше шкуры еще 1 то есть шестой миссии на хрена метеж подавлен я знал что эти никчемные наемники не на что не способны сколько недель ничего не происходило от хорошая работа шаманы будут довольны мой как насчет меня отправлялся кладовщику украшу он вознаградит тебя окна я все равно потом же вас их вырежу вы понимаете что это временное у вас я дождь и уничтожил подпольных повстанцев в городе это хорошо возьми ты это заслужил вот еще не окладать даже не знаю сейчас вас нет сейчас не буду пока мне потому что сюда надо и ворки всего лишь три времена его соседок и побольше будет пытаться получить а вот она коровка ну-ка пойдешь сюда где-то здесь должно быть их логово а что-то его рядом со мной то не учится давай тут куча рабов при них иначе всех потеху вам прибыл на палках то хреново до драться ладно пока схожу посмотрю что здесь скажу что миссия выполнена с коровами покончено теперь ты доволен очень хорошо теперь надо только дождаться сигнала ну тогда желаю приятно провести время и разве ты не хочешь получить награду вот тебе несколько золотых так ладно несколько золотых мы его забили прекрасно прекрасно в этом постался еще 18 блин а чтоб не доспехи то получить это как между поторвать надо не понимая беле окна цели меня древние знаниями и путешествие души путешествие души кстати я так и не знаю что ну-ка давайте-ка на какую на c нет где путешествие души ослабление яд забвение разряд молнии ужас туман день в ночь менять и это кстати даже не зато редко стояла какая-то зачем она нужна путешествие души ну-ка давайте-ка попробуем сохранюсь а вот это как пусть я могу смотреть тогда я могу проходить сквозь могу проходить сквозь стены смотрите прекрасно а вы меня не видите да может быть тебе и все равно как далеко я могу уйти то вот так все вернулся а еще какая-то у меня была же там вызвать демона вот это на девяточку давай еще хрен по времени у нас что больно еще пока обеду дело движется ладушки ладушки быть осторожней с тем что говоришь а стой доклад а тут в аккурат к царю на доклад надо же блин сделать что там отправила работу рано взялся за работу так будет лучше для него я уберу санфорда у тебя только побыстрее пока другие ничего не заметили а как это делается быть осторожней с тем что говоришь пока послушал бы ты моего совета убери оружие немедленно опа опа значит не так не так ох и хочет их уход болею сначала по пустыне придется полазить еще пойдем еще обдумаем убери оружие убери это ты сам напросился ну давай ну давай сейчас посмотрим кто из них сильнее пока идет все хорошо да и самое то что я никакую магию даже не использовал ни хрена у того покоться того давай у тебя вроде такой топор хороший релиз госта господи орк тебя гасят вроде неплохой такой удар да кто-то не снял ни хрена может моему еще ослабление дадим ну-ка давай вот так вот так вот так кажется урк тебе хана даже ослабленного блюда круче тебя давай это мухи летают вокруг меня это когда а долго не шевелишься попробуй только еще со мной связаться золото будет мое мы сейчас тогда сделаем так подойди сюда только давайте захреначьте его лучше так прямо в цель пока все идет по плану он не защите давай-ка я пока посмотрю что-то торг жив торг жив не спускай ему это с рук он не спускай и 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 может я была к этому где буду притащить может и дело на бы загасил бы там в готе я бы вроде бы как ни при чем отлично давай же отлично прямо в цель зачем его загасить вы не можете хотите чтобы я с ним еще сражился отлично давай еще разок ну ты ему показал связывайся больше со мной золото твою я возьму себе он да без проблем давай выходи приходи себя нужен больше ничего не еще поговорим убери оружие убери это это серьезно ты сам напросился давай если он будет продолжать в том же духе из этого никогда ничего не выйдет ну давай давай быть осторожней с тем что говоришь нас я тебя уведу и прикончу ты совершенно в этом уверен стоять вот сюда вот так больше ничего нет а сейчас пойдем посмотрим что мы за тебя выручили блин города ты когда будем освобождать я так думаю сначала подготовить все места все может быть тебе и все равно ты научи некоторые проблемы не мешаются сами собой а можно надо было в общем убивать то я его не убью что минутку послушал бы ты моего стаи пропали несколько тебя нет мы зато следи сколько хочешь так так мне надо список этот каждого выкнуть не создавай здесь лишних неприятностей мы поговорим позже береги себя ночью приду подожди у меня же есть это он уже так этого не по и метеора нету ослабление извинания так а это все равно какой-то условий должно быть сон это нет это у кого же учиться на и у меня нету да ужас туман высох молнии ослабление он спать люб а я тебе списочек насчет наемник вот список рабов составленный брэдли вроде бы все в порядке да похоже брэдли все делает честно вот лучше всего верни брэдли список ну в чем проблема украл да да лучше бы ты уладил это сам а где ты держит что ты рвился в моих вещах я спущусь тебя шкуру за это теперь твой список снова у тебя не делай этого больше или пожалеешь конечно все так смотрите мы сделали помещу но я думаю на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайк оставляйте комментарий увидимся в следующем видео пока